Сегодня межрегиональный агрофорум «От науки до практики» снова принимает представителей научного сообщества, сельхозпроизводителей и всех, кому интересно, что и как можно вырастить на нашей северной земле. Котлас становится площадкой для крупнейшего мероприятия уже второй год подряд. В прошлом году был первый форум, и мы однозначно приняли решение, что он интересен не только науке, но и практике, нашим руководителям предприятий. И, соответственно, мы как ведомство поддержали предложение руководителей продолжить данное мероприятие. Работа, скажем так, власти по вопросам продовольственной безопасности. Мы об этом заговорили год назад, особенно серьезно. Сейчас эта работа проводится, она не работа одного дня. Поэтому вот такие форумы, на которых на одной площадке можно обсудить вопрос, выявить проблематику, продумать, сообщать, какие варианты возможны дальше развития. Это очень важно. В этом году на агрофоруме серьезное научное представительство сотрудники ведущих исследовательских институтов, специалисты из Архангельской, Вологодской, Московской областей, Санкт-Петербурга, Республики Коми. Программа форума формировалась с учетом пожелания тех, кто сейчас работает в агропромышленном комплексе. Тема круглого стола – кормопроизводство и картофелеводство на севере, контроль качества семенного картофеля, как защитить растения от болезней. У них оказывается все, как у людей – свои вирусы и даже раковые заболевания. Главный посыл форума – наука уже знает, как вырастить вкусные и полезные культуры на нашей земле. Главное – правильно применять ее на практике. Овощ или фрукт, или любой другой растительный продукт, выращенный в конкретном регионе, он больше всего подходит для потребителей из этого региона. Уже все регионы нашей страны устали от вот этих безвкусных плодов растеневоческой продукции, которую нам очень часто в виде монокультуры поставляют транснациональные корпорации. Не обошлось и без сюрпризов. Сотрудники научного института защиты растений имени Ячевского, готовясь к форуму, обнаружили у себя в фондах интересные находки. У нас в Гербарии хранится из Котловского района образцы более уже 100 лет. На полях агрофорума идет и профориентационная работа, так называемые агроуроки в Котловских школах. Студенты Вологодской молочно-хозяйственной академии рассказывают о своем учебном заведении, есть и практические занятия, например, как сделать правильный, действительно полезный йогурт. Вот, добавляйте, и потом кушайте все вкусное и полезное, самое главное. Участвуют в форуме и самые маленькие для воспитанников детских садов. В Школе искусств Гамма прошел ягодный фестиваль. Подбегом своим гусям угощу немножко. Очень вкусная у нас ягода мороженка. Дачников, огородников и садоводов привлекла организованная в рамках форума ярмарка. Здесь можно купить семенной картофель, лук, рассаду цветов, злаковые и многое другое. А самое главное – тут же задать вопрос специалистам, как ухаживать, чем подкармливать, когда собирать урожай. Я картошку приобрела, три сорта. У меня сорт коломба и такая своя еще местная. А еще хочу вот такие сортовые семена купить. Организаторы форума уверены, он станет доброй ежегодной традицией и внесет свой вклад в развитие сельского хозяйства в регионе, которое сейчас возрождается. Те цели, которые мы ставили перед собой по увеличению объемов производства молочной продукции, мы их достигли. Мы увеличили объемы производства семенного картофеля почти на 22%. Государственная поддержка у нас на этот год остается на уровне прошлого года. Основная масса, конечно, денежных средств, выделяемых на государственную поддержку, это средства областного бюджета. Но, тем не менее, у нас есть и плюс в этом году. Федеральный бюджет нам выделил немножко больше денег на производство молочной продукции. Это 20 миллионов рублей плюсом. Завтра второй день агрофорума «Работа» продолжится на нескольких площадках. Представители научного сообщества встретятся с местными сельхозпроизводителями и теми, кто ведет личное подсобное хозяйство. Агрофон. adm heir re. Наго öl Ray.